Раз, два, три, четыре. Потрогали немножко водичку и нырнули. Еще раз. Людмила Петровна одна из немногих, кто занимается нейропластикой, как и преподаватель на каблуках. В свои 65 она прекрасно выглядит. Стройная подтянутая фигура, современная прическа и счастливая улыбка. Активное долголетие дает повод для радости. Людмила Петровна вышла на пенсию в 2017 году и не знала, чем заняться. Сегодня у нее не остается времени на бытовые дела. Она занимается танцами, живописью, зумбой в парке, пилатесом, стретчингом. А еще задумывается над получением новой специальности в Институте современных профессий и водит на плавание шестилетнего внука, который гордится, что его бабушка ведет активный образ жизни. Все время тело требует движений, грации, красоты. Это замечательная вещь, активное долголетие. Мы здесь просто не то, что находим себя где-то, но мы еще и общаемся, и дружим. И жизнь кипит, бьет ключом. Занятие по нейропластике проходит в Одинцовском клубе дважды в неделю. Под руководством профессионального педагога-хореографа долголетие разучивают отдельно каждое танцевальное движение. Это позволяет вырастить в мозге новые нейронные связи и быстро запомнить движение. Используя этот метод в обучении, танцевать ученики любого возраста начинают уже с первого занятия. Это влияет на выработку новых нейронных связей в организме, на улучшение памяти, на улучшение координации. Потому что у нас с возрастом начинается раскачка, мозжечок начинает преподавать нам сюрпризы. Очень многие жалуются, что падают в возрасте люди. И таким образом, с одной стороны, мы продлеваем способность мозговой деятельности активной, а с другой стороны, мы еще и работаем со здоровьем. Потому что укрепляется здоровье, сухожилия начинают быть эластичными. Ну и память восстанавливается, координация. После занятий по нейропластике – классические танцы. Обычно в зале бывают по 16-18 постоянных танцоров. Приходят и новички. Я с большим удовольствием занимаюсь, с любым возрастом. Но этот особенно интересен, потому что очень творческое поколение, активное. Вот эта жажда жизни, жажда узнавать новое – это удивительно. Станиславу Францевичу 81, но он бодр, активен и позитивен. С февраля он занимается в активном долголетии скандинавской ходьбой. Теперь решил присоединиться к танцорам. Ведь в свое время у него весьма неплохо получались вальс и танго. Интересная музыка и умение понимать ее и двигаться. Это развивает и мозг, и ощущения, и вообще развивает человека умственно. Вот это очень хорошее дело. Долголеты не так давно занимаются танцами и нейропластикой. Всего второй месяц. Но педагог уже настраивает их на выступления перед публикой. И с таким позитивным настроем и стремлением узнать новое у танцоров все получится. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.